всем привет сегодня у меня болят пальцы отпечатания поэтому я решил сегодня поговорить о вас вылет у нас сейчас будет на ла 5 fn музыка сегодня у меня звучит король и шут обратите внимание на лах 3 справа не делайте такую окраску себе в реалистичных боях или еще более ярко очень хорошо заметно это полива вас увидит и убит но в трите кажется не убрал шасси сейчас мы проверим подскажем ты будешь вот увидели подсказали идем набор высоты который мы благополучно вырезали из чужих высоту набрали идем в рот фах увидим впереди на нашей высоте примерно группу контактов внизу тоже есть контакты у нас интересует те что выше и выбираем самый высокий который видим и делаем внизу даже с этого расстояния видно что это мессершмитт 410 вот заработал у стрелок первый раз промахнуть куваем пилоту и он нам представляет всю плоскость пилота из-за пилота страдает его стрелок не спешим рядом никого нет даем еще очередь наносим изначительные повреждения четыреста десятка неплохо крутит пилот ну решил он уйти от нас вниз мы за ним не пойдем неохота терять на такую ранней стадии боя высоту поищем противника на равном сети слиться мы всегда успеем это я осматривался не решил ли подняться четыреста десятый мне ничего не увидим вот сейчас он выплывает слева но я в бою его не заметил внимание привлекли контакты спереди но на нижнее решил не идти так как есть контакты выше есть контакты выше сзади спела впереди пойдем вперед как говорил товарищ стали не шалку назад внизу тем не менее идут веселые по стрелушке мы туда успеем впереди в облаках видим пару контактов они держатся далеко друг по другу и их вполне можно разбить по одному главное в облаках не потерять он зашел с ума и молчал до лагеря и берега ночи и лишь на третий день ушел за тот товар и вот он будет солдат уже уточен и в облаках я их теряю и в облаках я их теряю вижу уже сзади ничего страшного сейчас мы будем сзади по хуже этот имени нас не видит он зашел с ума и молчал до лагеря и берега ночи из конфлижек и действия поднимаем к сожалению промарчиваюсь впереди был на удалении еще один надеюсь он не вяжется сейчас сбой в принципе я уже знаю что он не вяжется а тогда я только надеюсь неправильный обзор контакт утерян обращаю внимание на другие самолеты а возможно и на эти по мне работают зенитки их не разрывы часто сбивают стволку но похоже это тот же самый эмиль он с нами закручивается на второй почему-то держится в стороне вот я как раз реагировал на второй не обрати внимание что первый ушел вправо я замечаю что он сзади и начинаю его переключить теперь главное не дать ему точно отстреляться похоже он был на грани срыва выровнул полет высота все меньше сейчас будем елки стричь не понимаю зачем он стрелал ведь не попал в них в любом случае и вот все мы угол выиграли теперь остается его докрутить к сожалению попадание не значительное даже не стоит сильно перекручивать все равно он мой если не прибудет к нему помощь она не прибудет вот он уходит вправо я его провтыкал немного и вот уже с такого ракурса надеваться некуда и вот одна очередь и крыломер кстати в пушке заряжены у меня стандартные ленты лавочку приобрел недавно не успел еще ничего прокачать это буквально будет четвертый на этом самолете эти крыла про втыкал блин 2 я зашел в нижний хвост как я заметил, в горбу часто такой маневр позволяет оторваться от преследователей не все могут его повторить В воздухе где-то мелькало рядом третий, поэтому нужно приложить усилия, чтобы не получить повреждения. Но третий почему-то не вмешивается в бой, а попадание эти от зенитра. Сейчас мы идем на закрывочках, нервнул под очередь, переложился, и сейчас я немножко поспешил, и ждал двусютеточек. И в конце концов мы выходим на удобный нам угол атаки, и сейчас выйдем на решение, тем более она помогает штопор. В одну очередь, и вот где-то. Кстати, я забыл выбрать закрылки. Еще третий, где-то ряд. Вот третий. В два раза больше энергии, чем сейчас я. Только сейчас замечаю, что у меня выпущены закрылки, перешаю его оставить, иначе свалюсь и получу себе шикарную часть. Потом предпочитаю разогнаться в фильтрование. Набрал закрылки. Если он за мной даже и пойдет, играть и доволен. Но провериться не мешает. Скорость набрала, теперь можно набирать высоту. С левой стороны по наземке работала Фока, которую в бою я не заметил, увидел и только на рыбой. Ну, именно на ней она толпалась в облаках. Вот, выше себя вижу контакты. Понять, сколько контактов трудно, очень сильно мешают зенитные разрывы, определить, где смотрят эти разрывы. На несколько контактов видны явно, так как они перемещаются быстрее других точек. По привычке еще более высокие и пытаюсь определить те, которые наиболее опасны. Те, которые быстрее, те и опасны. Вниз ныряет истребителем, пока не могу понять какой. Решаю идти за тем, которые идут быстрее и резко вверх. Он вверху должен будет подвиснуть, потеряла ногу, и выловит свою плюху. Это Фока. Первая очередь молодачная. Ну, вторая очередь с утверждением. Убивают пилота. Ну, здесь я посмотрел уже список игроков и увидел, что осталось у противника два бота на бифанах и Дорния 217. Я решил развлечься на ботах и после посадки и заправки и ремонта возможного заняться Дорния 217. К сожалению, я слишком расслабился. И сейчас произойдет казус, который, кстати, у меня бывает именно с ботами. И никогда не бывает с игроками. Первый будет ущество в облаках, но на его место выйдет второй. И вот она. Вот эта расслабленность от трех предыдущих побед, плюс умноженные на жадность, не позволили мне вовремя обжать ручку от себя и уйти от столкновений. Ну, и еще, если добавить в то, что обзор я использую в хатконе фритрек, тоже добавил в момент. Хотел бы с фритреком, лучше бы контролировал обстановку. Контролировал обстановку. И вполне возможно избежал бы столкновений. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. В итоге у нас выбито полностью управление хвоста. То есть рули высоты и руль поворота не работают. Плюс имеем большую дырку кроли. Самолет едва слушается управление. Точнее, он слушается только элерона. Опускаться вниз не хочет никакую. Обычно в такой ситуации пилот выпрыгивает с парашютом. Но мне захотелось посадить. К сожалению, я забыл о том, что я последний игрок. С моей командой остался кроме меня только бут. И решил садиться в поле. А надо было попытаться сесть на аэродром. И пока меня колбасит, я мучаюсь в воздухе. Дорни 217 выгрызает нашу наземку. И завоевывает для своей команды победу. Ну вот земля уже близко. Пора бы уже выпускать закрылки. Но я о них забыл. Только сейчас вспоминаю про закрылки. Но уже немножко поздно. И в итоге вынужденная посадка похоже на вынужденную катастрофу. На этом конец боя. А дурни 217 молодец. Он победил. Вот это últimos 10 минут. Порian прошло. Пор smartphones. Продолжение следует...